какие упражнения нужно делать нажим 1 это звук далеко отводить не надо можно играть там допустим гамма там до квинты и важно можем просто на музыке и при этом у вас ничего не меняться ничего не вываливаться ничего не ослабляться и так далее очень хорошие по поводу жима по поводу верхнего регистра ну я я предлагаю вариант что можете начать играть с доктора октавы до сульт эти октавы таким образом верхняя площадочка может только стоит нижнее время подходит но не до конца грубо говоря вы играете базинг в штуке базинг в трубе с верхнего стоит а нижнего как бы легонечко подходит тем самым исполняя вот эти вот жужжащие моменты другая но не забываем про артикуляцию то есть артикуляция языка у нас от не имеем верхнего регистры и и иногда переходим на хи это касаемо до четвертой октавы и так далее уже можете подвести спуститься уже подвести через так далее но касаемо когда как вы уходите наверх вы жужжите то есть понятие жужжание то есть верхняя через горы фиксируется нижняя аккуратно подходит но это отрабатывание жима того самого жима который формирует верхний регистр то есть один понятие угла и приклада это прекрасно но это не все или еще есть понятие жима отрабатывание жима как раз вот это на упражнение проработать то же самое на полтон ниже качество звука сейчас не имеет никакого значения здесь важно работа вашего аппарата отрабатывание жима работой нижней челюсти да 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 хорошие упражнения очень я многим даю я правда называют как по полу хрип полу шип то есть когда не до они они не до звук такое получается между в базингом и звуком такой хрипа хрипа шип такой при пошивке но еще расскажу что назвать угодно может главное главное в этом упражнении главное запомните верхние то фиксация 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 не должна меняться при переходе на их регистр ошибка глобальная ошибка ноги трубачи которые пытаются вверх брать таким образом если вы это до конца должны держать вот эти переходы не допустимы то есть челюсть выходит но исполняю смыкание и же вот вот ваши ноты потом пройдя некоторое время допустим занятий тогда вы приведете занятия вы уже уже плотнее начнете подводить нижнюю челюсть эти ноты у нас начнут быть более точный будет пул вспомнилось упражнение которое венца ночь мне показывал это когда перед мундшуком бумажка просто ставите и он все то самое то есть как бы вы стараетесь через бумажку продуть мундштук то есть понятно что это невозможно но смысл чтобы губы вибрировали не только в мундштуке давно и как бы перед мундштуком то есть это некое упражнение и нажим в том числе то есть оно должно работать потому что когда вы бумажку потом убираете бумажку труба начинает звучать то есть по смысл именно вот в этом движении чтобы не было сильного давления и было ощущение то есть когда вы в бумажку дуете у вас есть обратный толчок воздуха который немножко облегчает вам вашу задачу очень хорошее упражнение тоже рекомендую вам всем да это реально хорошее упражнение правда скажу правда да это для того значит для тех людей которых выворачивается нижняя губа которых есть проблемы с уголками рта вот здесь моментов единственно что еще раз говорю что нужно следить желательно следить чтобы за этим преподаватели человек который знает о чем говорим и главное что когда вы вынимаете бумажку ничего не вываливалось очень хорошее упражнение его не очень правильно сказал по этому поводу я тоже об этом хотел сказать но война перейдем но это неважно то есть действительно это очень важный момент потому что бумажка еще раз объясню чтобы когда лист маги колледж народ на гургари на части нашего этого места рта ладно рот она не дает возможности вам а что-то выворачивать когда вы играете и так далее то есть вы сами понимаете как это не выглядело ужасно но она есть так поэтому бумажка конечно же спасает и регулирует эту ситуацию я начал хотел еще один момент затронуть который меня часто спрашивает по поводу челюсти еще раз каждый раз говорят какой смысл челюсти что она делает вообще какой смысл подвода нижней челюсти к инструменту значит послушайте ребята нижняя челюсть это успех ну значит выдох у нас 85 процентов до честь этому это что порядка 90 как минимум потому что чили есть наша еще раз говорю что она выравнивает наш угол но еще раз говорю что угол это представьте это верхнее верхнее угол для верхней площадке ниже площадку до верхние это наша левая нога нижняя это правая нога то есть вы когда стоите же вверх на поверхности были не зверя на поверхности то же самое здесь происходит если вы будете баловаться или отводить нижнюю челюсть вас может пойти что-то не Поэтому здесь смысл такой. Вверху вы поставили, я обычно вожу второй еще раз. Я поставил. Нижний челюсть подвел уголки на замках. Все. Это принцип игры на трубе. Но есть один нюанс. Помимо того, что нижняя челюсть подходит, она еще работает по вертикали. На ажим. Ажим, который мы с вами обсуждали недавно. Весь момент есть один. Верхняя фиксируется, а нижняя работает. Некоторые ребята меня спрашивают, а что будет, если я, допустим, через нижнюю челюсть ее пережму. Если вы пережимаете нижнюю челюсть, больше выведите, чем положено, у вас два варианта. Первый – это треск постоянный. Ноты будут грязные, трещащие. И у вас не будет перехода с ноты на ноту. Соответственно, дуного легата у вас просто не будет. И уже, честно, каких-то верхних ног. Поэтому запомните принцип такой. Поставили, нижнюю вывели. Поставили, вывели. Вот это ваша опора. Не бойтесь опираться, не бойтесь ставить трубу на фиксацию. Я уже говорил в прошлом видео. Шкафу, поверхности и так далее. Но не забывайте, что нижняя челюсть у нас работает вот так. Да. То есть, по факту, как раз работа нижней челюсти – это изменение звуковысотности. То есть, за звуковысотность отвечает именно нижняя челюсть, ее движение туда-сюда, вниз, наверх. Губные треи, вот это губной легата, да. Вот это все вот оттуда, да. Да. И тут нужно понять, что у вас две должны быть такие вещи главные в ваших упражнениях. То есть, понятие – это джин, вот то, что Ваня показывал, да, писк и так далее. То, что я показывал. Писк и реальная игра. То есть, писк и реальная игра. Вот сочетание этих двух компонентов – писк и реальная игра – дадут вам большой успех и продвижение в вашей игре. Это позволит вам свободно себя чувствовать в третьей октаве. Конечно. Когда вы почувствуете, что у вас это получается, вот оно пошло, вы будете на 100% уверены, а 100% счастливы, потому что у вас это идет. А это 100% у вас будет получаться, если вы будете все делать так, как мы описываем вместе с вами. Да, потому что я, кстати, хотел дополнить немножко Паше. Совсем недавно мне пришло вот это озарение в голову, что игра на трубе – мы как-то забываем о значении слова «игра». То есть, это не какая-то татрога, это игра, это должно приносить радость. Ваня, я перебью тебя в этой ситуации, правда, да. Потому что я могу сказать одну вещь, что я наблюдал многих потрясающих, хороших табачей и классических, и джазовых, реально талантливых людей. И многие из них вот просто пашут. Они пашут, и я не буду называть их имена и фамилии и так далее. Они всегда ко мне обращались по этому поводу. Паш, ну вот такая ситуация, я вот хорошо играю, но мне так тяжело. Я вот как будто я вагон разгружаю после того концепта, допустим, в Большом театре, Мариинском театре, неважно. Вот как, почему так происходит? Ребята, все происходит из-за того, что вы просто работаете на своем ресурсе. У каждого человека есть ресурс. То есть, сила, там, энергия и так далее. Но есть один момент. Ресурс когда-либо, ну когда-нибудь закончится просто. Поэтому играть неправильно на силе, скажем, уничтожая себя, грубо говоря, да, в образе музыки, конечно, допустимо. Поэтому мы вот как раз об этом рассказывали с вами и пытаемся вам донести то, что вот есть моменты, за которыми надо следить. И если будете соблюдать их, то, естественно, вы будете играть в удовольствие. Вообще играть на трубе – это большое удовольствие. Это прекрасный инструмент, это замечательный инструмент. Один из самых прекрасных инструментов сопрано, допустим, из медных инструментов, да. То есть, это, ну, на нем надо играть в удовольствие. Это правда. Если вы будете соблюдать и прислушиваться к нашим советам, я надеюсь, что вам это поможет. И вы будете получать большое удовольствие, как и мы. Именно играть на трубе, да. Играть. Пократить на трубе, а играть. Так, конечно же, после концерта есть некая физическая усталость и так далее. Но это все равно это радость от хорошо сделанной работы. Все это радость от, блин, как классно сегодня получилось. Все равно радость это играет. И как вот маленький ребенок играет, он полностью увлечен. Получает удовольствие. Это тоже очень важный момент. По многочисленным просьбам, еще раз давайте про диафрагму поговорим. Потому что непонятно людям, и возникает много вопросов. Ну, по поводу диафрагмы, тут еще раз повторюсь, что главное понятие при игре двух инструментов, это главное при игре не сутулиться, не сжиматься. Еще раз. Вот понятие сжиматься. Все. Это конец. В плане выдохов, в плане верхних действий, в плане здоровья вообще. То есть весь выдох изначально у нас идет. Я разрешаю даже иногда студентам грудь приподнимать при выдохе. Такие разовые выдохи, они дают эффект. Сейчас покажу. За пять минут буквально выOver делаете такой выдох. Нужно просто запихать на них? yinb回 nb回 owitz возможно ли потому чтоbull есть. oils варим выдох должен у вас быть. Запомните, снизу вверх, снизу вверх, но плечи остаются не меняемые. То есть они остаются в том же положении, какого они и есть. По поводу диафрагмы, да, смотрите. Ну, тут что еще могу сказать, что, конечно, когда вы играете к третью октаву, я иногда советую немножко приподниматься. То есть вы играете, допустим, да, там, Ай-да-эфа. Вы даже приподнимаетесь,"? Больше приподнимайтесь. Не жмитесь, а раскрывайтесь. Понятие раскрытия есть мое понимание. Да, приподнимайтесь больше, когда вы ноту берете, вы приподнимаетесь вверх. Но ни в коем случае, когда опускаетесь, вы не должны вырастать. То есть до конца вы приподнимались, все, опустили, держите. То есть приподниматься и держать. Одно из правил. Да, я вот хотел тоже добавить по поводу работы диафрагмы. То есть очень многие забывают о такой фишке, что диафрагма, такой некий купол, который идет, где вот ребра заканчиваются, она двигается вниз и наверх, вниз и наверх. То есть я хотел сказать о том, что вот есть такое понятие «игра в тянутый живот», то есть дыхание во втянутый живот. То есть ни в коем случае передняя стенка живота не должна уходить вперед, вот то, что называется играть на ремень, как у некоторых духовиков такой, для пива такой сосуд как бы вкусный. Ванечка, простите, я перебрю как раз вот эту ошибку, я просто ее услышал. Да, это правда, значит, игра в ремень. Это люди, которые бросают грудь в грудь и идут вниз, они заполняют, как считают, они заполняют вниз, потом это вниз, дают им обратно. Это опаснейшая ошибка. Объясню, чем. Потому что, во-первых, это психологические проблемы, это проблема и геморрой, и какие-то другие вещи, которые нам не нужны. Просто бросание вниз, вот на живот все, вы бросили, вот говорят, вот она, вот она сила. Это не сила, это обман. Это ваше здоровье. Сила, она выдох здесь. Вот здесь вот силы никакой нет. Это болезни, это геморрои и операции. Да, 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 да. Поэтому я вот тоже об этом хотел сказать. Ни в коем случае нельзя раздувать живот, потому что, вот представьте себе, диафрагма так вот находится, и она перекашивается. Просто ей приходится перекашиваться, когда вы набираете дыхание в живот. Это очень вредно, просто для здоровья вредно. Поэтому следите всегда дыхание во втянутый живот, то есть передняя стенка живота стремится к позвоночнику все время. И тогда начинает работать ребра, начинает работать спина. Это все дыхание. И тогда диафрагма работает ровно вниз и ровно наверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. И это все работает как бы именно в правильном режиме с точки зрения физиологии. Да, иногда, когда вот ребята, были такие случаи, когда у меня студенты говорят, мы вот не можем понять, как вот, что делают, когда как правильно выдыхать. Если у вас не получается контролировать эту ситуацию, просто когда вы идете назад, в смысле идете наверх, вы прогинаете просто назад. Вы просто прогинаете назад. И по крайней мере это вам поможет именно правильно сделать выдох и правильно сделать свою работу. Прогинаете назад. Если вы не можете контролировать свой выдох, больше прогинаете назад. Кстати, вы можете заметить, что многие, еще раз повторюсь, многие музыканты, многие суперзвезды это делают при игре на трубе. На видео, на каких концертах. То есть, прогинаете назад, но ни в коем случае не вперед. Только назад. Это как с самого верхнего регистра. Да, да, по поводу прогиба назад, да, очень часто на видео прям видно, что ребята так одеваются. Но, опять же, не стоит вводить это в привычку постоянную. Потому что, все-таки, это не очень, вот это вот положение, прогиб назад, не очень полезен для позвоночника. Ну, еще раз говорю, что я это советую при игре в верхнем регистре. Я не говорю, что надо играть в такой позиции, вы так видите. Да, это тоже как бы все. Я не об этом говорю. То есть, когда вы играете, допустим. Вы прогинаетесь, да? Ну, постоянно в такой форме, вы не можете сидеть. Вы же не ходите так же, да? Вот как я сейчас. Да, то есть, это нужно использовать именно как временный эффект для вот именно для игроков. Да, эффект при игре на трубе. Компенсируя. Просто еще один момент, хотя до того, если позволишь мне такую сказать? Конечно, конечно. А почему это происходит? Почему мы это делаем? Объясню. У трубы, вот есть лидпайп, да? То есть, мусточная трубка, да? Мусточная трубка. Мусточная трубка. Там довольно очень маленькое отверстие. Конус. Специально разработанный конус, который расширяется и так далее, да? Для определенного звучания. Труба создает большое сопротивление. Почему верхние ноты не у всех получается? Потому что труба создает большое сопротивление. Чтобы это сопротивление компенсировать, компенсация сопротивления, мы должны все делать правильно. Верхняя площадка, значит, нижняя челюсть плюс вот это вот как раз выдох. Выдох – это то, что компенсирует сопротивление инструмента. Если вы, значит, это не делаете, у вас два варианта. Или ноты у вас не берутся, или у вас голова кружится, или еще что-то такое. То есть, компенсация выдоха. То есть, мы должны компенсировать сопротивление инструмента. Труба создает большое сопротивление, очень большое. С ней своей мензурой, муштуком и плюс отверстием, конусом муштука. Поэтому мы должны всегда этим компенсировать. Компенсация может быть такой. Это выдох. И приклад. Приклад. И выдох. Так что, друзья, удачи вам в усвоении этого прекрасного инструмента. Я думаю, что все у вас получится. Надо приложить усилия. Желательно, конечно же, найти человека, который вам в этом поможет. Вы обращаетесь. И я, и Паша, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Удачи вам во всем. И все будет у вас хорошо. Я уверен, что у вас все получится. Все получится. Не забывайте, что труба – это потрясающий, потрясающий, фирменный, замечательный, благородный инструмент. Всем пока. До встречи. Всем всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!